известных актёров в ринг, но обратите внимание, и на это сейчас нам наш редактор Сергей Биралков тоже подсказал. Редиссёр трансляции, видимо, тоже отошёл и ещё не вернулся на своё рабочее место, потому что с тех пор вот всё у нас стоит на одном плане, и абсолютно мы всё это событие смотрим с одной камеры. Да, да, хотя операторы работают. Ну вот, всё. Майкл Гриффин будет судить этот бой в ринге. Бой за званием чемпиона мира по версии WBA, североамериканской версии. Этим поясом владеет вот этот боксёр, который сейчас на ваших экранах, это Артур Бетербиев, россиянин. После своей любительской карьеры, очень хорошей карьеры, он переехал сюда, в Канаду, заключил контракт, и выступает в профессионалах уже здесь, на канадских рингах. Он живёт постоянно сейчас в Монреале, и канадская публика его уже очень хорошо знает. Его соперник, Исидоро Ранони Приетто, парагвайец по национальности, выступает за Аргентину. Это его второй визит сюда, в Канаду, на канадский ринг, и первый был неудачным. Он проиграл, проиграл по очкам, а все бои до этого и после этого, которые провозил у себя там в Парагвайе, в Аргентине, выигрывал, причём очень много выиграл досрочно, 22 досрочные победы из 26. Одно поражение, о котором я вам уже сказал, и три ничьих у этого боксёра. Славится Приетто своей стойкостью, умением добавлять во второй половине боя, когда его соперник уже измотан. И по стилю он слагер, то есть любит сближаться и пробивать боковые серьёзные удары, хотя вот все отмечают, что он ещё не размашистый боксёр, и не должен он составлять серьёзного конкуренции. Внешне Артур Петербеев, вы видите, в прекрасной форме находится. Большой перерыв был, он рвётся в бой, пора ему уже снова доказывать всем своим болельщикам, да и просто всей боксёрской общественности, свои притязания на самые высокие титулы, на самые высокие бои. Артур Петербеев. Из Хасавюрта, сейчас в лучшем Гуте, экс-чемпион мира на ваших экранах был. Но боксёр из Хасавюрта, который сейчас живёт и тренируется постоянно в Монреале, справа на ваших экранах. Ну вот, дают вам технические данные боксёров, мы, в общем-то, об этом о всём рассказали. Вы видите, на четыре года раньше свою профессиональную карьеру начал Приетта, хотя он на год младше Артура. Но ещё раз напомню, что у Артура была длинная и очень славная, хорошая любительская карьера. В составе сборной России. Гонг, первый раунд и бой начался. Сразу же Приетта пошёл в атаку. Ну, это не совсем атака, так ездили он пытается, да. Набрасывает удары. Передней рукой. Определить дистанцию, найти её. На весах, перед боем, Бетербеев показал 79 килограммов, Приетта 78,8 килограммов. Чуть-чуть полегче, но это несущественно. Ну вот. Ох ты. Левый боковой, вернее, правый боковой, и соперник на полу. Опасная правая рука. Очень сильный удар у Бетербеева. И я не сомневаюсь, что он сейчас вцепится. Да, Артур не отпустит. Артур не отпустит, будет дожимать. Великолепный оператор. Правая рука опаснейшая у него. Артур в атаке. Засиделся, застоялся Артур. Ему, конечно, хочется сейчас показать себя во всей красе. Он агрессор по своей сути. Еще один правый, хороший. И ударить уже точно, чтобы поставить точку. Да, конечно, здесь нет смысла бросаться, натыкаться, но не нужно удары. Тем более соперник уже изучен, подготовлен. Спарринг-партнерами у Бетербеева были такие люди, как Корнелиус Уайт, Лайонелл Томпсон. Поэтому Артур в отличной форме и своего соперника должен разбирать. Напоминаю, у Эсидора Брета досрочных поражений не было в Корее. Сейчас он близок к этому. Но Артур не стал гнать лошадей. Не стал особенно форсировать. Но вот сейчас попал. Еще попал, да, нажал. Рефер внимательно смотрит на... Влекся, приедет. Все, бой остановлен. Бой остановлен. Или он отрывает щетки. Погнал в нейтральный угол. Да нет, нет, не встанет он. За ним вот здесь все, да, на таких ногах находится. Все. Все, бой остановлен. Победа в первом раунде. Яркая, убедительная. Поздравляем Артура. Великолепное возвращение после паузы. Ну что ж, его притязания становятся на самые высокие титулы, на самый верх в этом... В этой дивизионе в полутяженном весе становятся все более реальными. Следующий бой претендентский, скорее всего, уже. Потому что, Артур, мы не успели об этом сказать. Он входит в топ-5 всех мировых организаций. По всем четырем версиям, да? Да, да, да. И по IBF, по которому собираются везти, он находится на втором месте. То есть как раз все, выше уже вот чемпионский пояса. И там все зависит от того, как договорятся. Но для Приета, конечно, выезды за рубеж, за пределы... Очень разочарован боксер из Аргентины. Но что поделать? Он проиграл по делу. Ну, многие до сих пор не слушаются его. И встать он не смог. Хотя рефери не стал сразу... Судал возможность. ...залежать поединок. Он начал отсчет, но не смог подняться. И вон Вишель как раз сейчас был на ваших экранах. Промотор Артура Бетербиева. Ну, давайте посмотрим повтор. Первый нокдаун. Короткий очень удар, но навстречу четко поймал момент. Бетербиев. И по месту точно ударил туда, куда надо. Вот этот удар у него, его американцы называют стрейт хук. Прямой крюк. То есть такой вот он бьется согнутой рукой. И скорее больше к прямому относится. Но такой очень необычный удар. И уже не раз... Ну, вот заключительный фрагмент поединка. Попал раз, поплыл здесь при это. Здесь уже поймал несколько ударов. Не отойдя от предыдущего, уже не смог ничего противопоставить. Не смог только встать на ноги. Канат в какой-то момент задержали его. Но дальше уже... Какое недовольство только при этом высказывал. То есть я понимаю, да, оставалось совсем немного... Ну, это на эмоции. Ну, может, да, еще в голову прилетело, он соображает не очень хорошо. Не в адеквате. Все в Канаде уже изучили, так или иначе, какие-то основы русского языка, общались. Одиннадцатая победа. И одиннадцатая нокаутом. Да. Сто процентная. Сто процентная. Один из нынешних тренеров, Артура Бетербиева, Джон Скалли, бывший боксер, который работает как раз с Артуром в лагере, сказал, что Артур отчасти его напоминает Костю Дзю, и он не знает, кто может его вообще остановить сейчас, и кто в ринге создает ему большую конкуренцию. Ну, очень приятно, еще раз скажу об этом, что Артур Бетербиев вернулся после длительного перерыва, связанного с травмой, и он снова, он доказывает, что один из лучших в этом дивизионе. Сорвался у них бой, планировался на сентябрь этого года, был как раз план июнь, сентябрь и декабрь. Вот в сентябре сорвался бой, но вот в декабре как раз под самое Рождество при этом неприятный сюрприз Артур преподнес. Благодарит публику Артур Бетербиев, он доволен, довольна вся его команда, довольны все зрители в зале, они уже хорошо знают Артура, он в Канаде свой, они его считают своим боксером, ну, а мы, конечно, забываем о том, что Артур Бетербиев выступает под флагом России. Да, и будет интересно, действительно, если получится договориться о чемпионатском поединке, будет интересно посмотреть Бетербиева как с Андреем Уордом, так и, конечно, с Сергеем Ковалевым. Несмотря на то, что, да, мы не всегда любим, когда нас соотечественники дерутся, наши против наших, но наши сейчас настолько хороши в боксе, что рано или поздно этот момент должен настать. Они начались эти времена. Да, 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 когда наши будут драться с нашими. Но все, конечно, зависит и от реванша, и от огромного количества еще разных промоутерских моментов. Итак, давайте послушаем интервью. Ну, напоминаю, да, что при этом был отличный лист-рекорд. Я к нему готовился, как только все, ко всем моим соперникам, серьезно, целеностроенно. Все делал для того, чтобы выиграть этот бой. Отрабатывал всякие стратегии, чтобы я вообще не ожидал, как сказать, не ожидал. Я не старался выиграть раунд, выиграть бой в первом раунде. Так получилось. Не знаю, даже почему. Ну, так уж получилось. Но попало и не отпустило, и все сделал правильно. Мы говорили, что у Артура очень сильный удар, и, как правило, если он попадает, точно, до соперников уже хоть очень трудно, и шансов практически не остается. Это уже у тебя сейчас стало как целью, чтобы не просто победить, а победить нокаут. Падет, падет, падет. Так получается, я не знаю, почему. Это абсолютно правильный ответ, потому что ни один боксер, выходя, да, не ставит себе обязательную победу нокаута. Какая цель, есть в истории длинные цели, длинные, вернее, серии, да, из нокаута. О целях, о своих планах на наступающий год, Артур, так вот, Симуром отвечает. Постарается стать чемпионом мира. Да, действительно. Цель ясная, не заветная. Он говорит, что уже несколько лет мы говорили об Антолике Депли, что он будущий чемпион. И можно быть сейчас уже подтверждает, что в 2017 году у вас единственная цель стать чемпионом. Ну, действительно, пора, пора оправдывать уже. Самое важное. Спасибо большое. Спасибо вам, Артур. Спасибо. Ну, вот уже на французском пытается поблагодарить всех, округа Тельби. Публика с восторгом воспринимает. Да, очень рада с ним. Спасибо за поддержку всем. Ну, пора, пора, конечно, уже получше учить язык, потому что очень важно для меня. Для карьеры, для роста, конечно. Для карьеры, для продвижения, для работы с прессом. Спасибо всем, кто участвовал в моей подготовке Игона Мишельева. Благодарит всех, всех, кто причастен. Не забывает про клуб «Ахмат» из Чеченской республики. Спасибо всем, Артур. Артур, я хочу поблагодарить публику за поддержку, за все, кто пришли здесь. Публика, надо бы приветствовать победителя этого боя. Ну, здесь, конечно, обязательной благодарности всем, и со всем, кто помогал. В его карьере, победе в сегодняшнем бою и в надежде на будущее и победу. Артур, я благодарю за клуб спортивный «Ахмат» с президентом Чеченской республики, Рамзан Кадыров. Поэтому, спасибо всем, и всем моим болельщикам, которые есть во всем мире. и основным моим землякам, моим соотечественникам из России. Всем большое спасибо за поддержку. Спасибо большое. Роман Гришин, Борис Скрипко, редактор Сергей Белокуров. Смотрите бокс, друзья, держите удар, все будет замечательно. Хороших вам боев, всего доброго.